ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Toyota Camry и Toyota RAV4 в этом году пользуются в России основным вниманием у гонщиков автомобилей Такой информацией поделилась одна из компаний, занимающаяся установкой систем безопасности По ее сведениям, также в списке наиболее похищаемых машин находятся Mazda 6, Mazda CX-9, некоторые модели Mercedes-Benz и BMW Пик угонов специалисты зафиксировали в марте и апреле 2022 Затишье наблюдалось в феврале и июле Основной целью злоумышленников является дальнейшая разборка авто на запчасти ТРАССА 101 «Лады» могут получить более мощный двигатель 163-сильные турбированные бензиновые моторы тольяттинскому предприятию готова поставлять компания «Иран-Фодро» Иранцы изготавливают данный силовой агрегат по французской и немецкой технологиям Они также не возражают против бонусов в виде механической или автоматической коробки передач, с которой прекрасно взаимодействуют двигатели Добавлю максимум, что автоваз выжимал из движка 145 лошадиных сил при объеме 1,8 Такой агрегат устанавливался на «Ладу Веста Спорт» ТРАССА 101 Компания «Черри» в следующем году планирует запустить в нашей стране продажи седана Аризо 6 Pro Пока китайский бренд реализует у нас только кроссоверы Поднебесная Аризо снискал немалый успех и за счет презентабельной внешности, и за счет неплохой начинки По размерам автомобиль сопоставим с МАЗДА 6 Оснащается он 116-сильным бензиновым атмосферником, либо турбированным мотором мощностью почти 160 лошадей Трансмиссия механика, либо вариатор ТРАССА 101 Только три модели легковых автомобилей в России насчитывают более 1 миллиона экземпляров, выяснило агентство «Автостат» Самой массовой является ВАЗовская «семерка» более полутора миллионов штук На втором месте находится «шестерка» — 1 миллион 40 тысяч Бронза принадлежит единственной в топе иномарке «Киорио» с показателем 1 миллион 28 тысяч машин Из других моделей наиболее близкие к миллиону — «Лада 4х4» и «Хёнде Солярис» Всего в нашей стране зарегистрировано более 45 миллионов легковушек ТРАССА 101 К примеру, европейских стран, которые объявили о скором запрете автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, последовали и в Китае Власти провинции Хайнань сообщили о том, что к 2030 году в регионе невозможно будет купить новую машину с бензиновым или дизельным мотором Кроме того, к владельцам таких авто будут применяться серьезные ограничения, какие именно, пока не уточняются Уже через пару-тройку лет весь государственный транспорт в Хайнане, включая грузовики и автобусы, должен быть переведен на электричество На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА 101». До свидания ТРАССА 101